Доброе утро, Наталья Борисовна, уважаемые коллеги. Мы хотим представить наш доклад «Влияние неблагоприятных факторов прогноза на эффективность высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных стволовых кровотворных клеток у пациентов с рецидивными рефракторными формами лимфомы Ходжкина. Опыт нашего центра». Ежегодно в России регистрируются около 3000 новых случаев лимфомы Ходжкина и 1000 случаев смерти. Лимфома Ходжкина составляет примерно от числа новых случаев, регистрируемых лимфом в общей группе в год, 20-30%. Заболеваемость составляет 1-3 человек на 100 тысяч. Существует два возрастных пика от 15 до 34 лет и старше 55 лет. Мужчины болеют чаще, чем женщины. Также лимфома Ходжкина представлена 5-ю гистологическими вариантами, но чаще встречается у взрослых вариант с нодулярным склерозом, у детей смешанно-клеточный вариант. Какие же проблемы мы увидим при лечении лимфомы Ходжкина? 20-30% прогрессируют после первой линии химиотерапии, 10% пациентов резистентны к терапии первой линии, 50% пациентов рецидивируют после высокодозной химиотерапии с аутологичной трансплантацией. Таким образом, нам необходимо выявить неблагоприятные факторы прогноза, чтобы изменить подход к лечению данной группы пациентов. Стандартом лечения рецидивов и рефрактерных форм лимфомы Ходжкина является редуктивная терапия, вторая линия химиотерапии. Она может включать такие курсы химиотерапии, как ТХАП, GDP, ICE и высокодозная химиотерапия с трансплантацией аутологичных стволовых кроветворных клеток. На данном слайде представлены режимы второй линии химиотерапии. В нашем центре мы активно используем режим ТХАП. В настоящее время получены хорошие результаты применения режима ТХАП с включением таргетных терапий, брентоксимаб, ведатин. Частота полных ответов перед высокодозной химиотерапией приближается к 100%. На данном слайде мы видим характеристики пациентов в других центрах для выявления неблагоприятных факторов, влияющих на эффективность высокодозной химиотерапии. И опыт нашего центра. С 2014 по 2019 год было пролечено 96 пациентов. В основном это были пациенты младше 45 лет. Женщина из этой группы составляла 68%. Клиническая стадия в дебюте заболевания 56%. Первичные рефрактерные были 46 пациентов. Наличие Б-симптомов в дебюте заболевания у 67 пациентов. И лучевая терапия была проведена у 54% пациентов. Клиническая стадия при рецидиве заболевания 3-4 мы наблюдали у 52 пациентов. Множественные рецидивы перед редуктивной терапией были у 14 пациентов. Количество линий непосредственно перед высокодозной химиотерапией – это не резистентность к именно ТХАП-резистентности. Мы наблюдали у 26 пациентов. В основном мы проводили курсы химиотерапии ТХАП у 83 пациентов. У 13 – это были другие курсы химиотерапии GDP, АСБГФ. Полный ответ – ПЭТ-негативный – мы наблюдали у 30 пациентов. Поддерживающую терапию мы проводим до сих пор у 24 пациентов. И рецидив после высокодозной химиотерапии составлял меньше 6 месяцев у 31 пациента. Средняя медиана общей выживаемости у нас составила 31 месяц. Двухлетняя выживаемость свободной от неудач лечения – 84%. Двухлетняя общая выживаемость составила 92%. Мы также исследовали зависимость выживаемости свободной от неудач лечения и общей выживаемости от пола. Но статистически значимых у нас не получилась разница. Но мы видим, что у мужчины общая выживаемость и выживаемость свободной от неудач лечения ниже, чем у женщин. Множественные рецидивы перед редуктивной терапией, то есть когда происходило прогрессирование после первой линии, и пациенты по каким-либо причинам оставались на местах и получали дальнейшие курсы химиотерапии, не связанные с высокодозной химиотерапией, это значимо влияет на двухлетнюю выживаемость свободной от неудач лечения – 92% против 48% и на общую выживаемость – 95% против 76%. Также мы отметили зависимость выживаемости свободной от неудач лечения и общей выживаемости от количества линий химиотерапии перед высокодозной химиотерапией. Пациенты, которые получили одну линию химиотерапии, в основном это были ТХАПы, у них общая выживаемость была выше, чем у пациентов, которые получили больше одной линии. На данном слайде представлена характеристика пациентов, которые были резистентны к редуктивной терапии. Мы можем видеть, что мужчин и женщин примерно было одинаковое количество, но стоит отметить, что это были пациенты в основном с первичными рецидивами, с ранними рецидивами, либо с рефрактерными формами. Это было 82%, но основная масса была пациентов именно с рефрактерными формами. Эффект высокодозной химиотерапии наших пациентов, нашего центра, у 77%, полный ответ составил 77%, частичный ответ 5%, прогрессирование после высокодозной химиотерапии 11% и летальные исходы, связанные непосредственно с лечением, составили 7%. Зависимость выживаемой свободной от неудачи лечения и общая выживаемость от продолжительности ответа после высокодозной химиотерапии тоже влияет на дальнейшую выживаемость этих пациентов. Средняя медиана выживаемости свободной от неудачи лечения пациентов, у которых ремиссия сохранялась меньше 6 месяцев, составила 4 месяца. Двухлетняя общая выживаемость у данных пациентов составила 73%, тогда как пациенты, которые находились в ответе больше 6 месяцев, составила 98%. Также представлена характеристика этих пациентов. Мы, опять же, отмечаем, что это были пациенты с ранними рецидивами или с рефрактерными формами. В основном это были пациенты представлены именно с рефрактерными формами. Наши выводы. Двухлетняя выживаемость свободная от неудачи лечения составила 84%, общая выживаемость составила 92%. Мы выявили неблагоприятные факторы, которые влияют на выживаемость. Это множественные рецидивы и резистентность к редуктивной терапии, статистически значимо снижают показатели. Рецидивы после высокодозной химиотерапии меньше 6 месяцев ухудшают выживаемость свободной от неудачи лечения и общую выживаемость. У нас остаются вопросы. Пациенты, которые получают поддерживающую терапию брентоксимаб, видать и находятся у нас сейчас в стадии наблюдения. Оценить двухлетнюю выживаемость и влияние на эффективность лечения мы сможем чуть позже. Спасибо за внимание.